здравствуйте дорогие мои друзья личная сила да такие словосочетания что такое личная сила что вообще как ее получить как накопить можно ли ее накопить в чем она измеряется в килограммах в рублях я не знаю в машинах в домах в любовницах в удаче личная сила некто неуловимое понятие его как бы нельзя ухватить можно все что угодно приписать этому понятию но на самом деле все это неправильно личная сила это даже она не накапливается знаете вот это не какой-то резерву резервуар какой-то болото который вы накачиваете выполняя какие-то может быть упражнения нет она где она хранится внутри вас или вне вас тоже вопрос кто-то скажет внутри я чувствую вот я занимаюсь практикую меня накапливается личная сила там мой тапас прямо там пачка к пачке слиток слитку накапливается а потом раз происходит что-то в вашей жизни и все это очень быстро уходит тонкое дело есть нету не может быть инструкции на чтобы сказать делай 1 делай 2 и у тебя будет личная сила есть только намеки намеки как найти как найти ее потому что она она везде она растворена возраст в воздухе она растворена в отношениях она она везде она находится у бесов она находится у ангелов она находится у людей вы не можете ее отнять вы можете украсть ресурсы личную силу ну как бы если вы ее ну вынудить человека и и потратить то она просто уйдет она не будет принадлежать вам она раствориться в этом пространстве личная сила ощущение удачи но как же как же ее добиться потому что на самом деле любые знания любые знания любые заклинания любое положение в где угодно карьера деньги без личной силы ничего не имеет ничего не будет она будет уходить сквозь пальцы может кончится мгновенно любой там богатый человек окруженный охранниками и с запасом со счетами лишившись лишившись личной силы просто уйдет из этого мира всего лишь и не ничто не может быть ничто не может сберечь никакие юридические договора не договора с бесами с ангелами опять же ничего это то что может принадлежать вам то что вы вот эти жемчужины намываете в этом мире в общем да болтаю и друзья мои болтаю не о том всегда я пытаюсь навести вас на мысль как как охотиться за личной силой приманивать ее свою жизнь встречаю очень много людей талантливых на несчастных да вот один из факторов что мы всегда особенно человек поживший на этом свете смотрит назад нету планов вперед мы не смотрим вперед не намереваемся не умеем работать с намерением намерение один из факторов если вы стоите на месте или кружитесь на месте если вы не работаете с энергией со вселенной живете как цветок зашло солнце вы расцвели зашло солнце и все и все завяло ладно друзья мои я не о том сегодня принятие себя принятие достижение целостности о чем мы всегда с вами говорим достижение гармонии между разумом и душой целостности не разделение себя а тут момент принятия принятия себя принятия своего опыта многие люди шарахаются на вот смотрят назад из и думают это я сделал ошибку здесь здесь я поступил нечестно здесь меня обманули здесь вот то есть вы оглядываете с назад и смотрите как на болото да вы не можете опереться сзади вас нету опоры там болото вы смотрите ужасайтесь думаете блин вот тогда надо было сделать я не потерял вот если бы я женщина какая-нибудь если бы я вот вышла замуж за того то жизнь моя была бы другой а я взяла этого дурака и все и пиши все покатилась по наклонной плоскости мужчины там по-другому говорят если бы я там послушался маму папу или не послушался их и все бы произошло как быть вот как вы можете идти вперед намереваться когда сзади вас болото вы все время по колено а то и по пояс стоите там и хлюпаете пытаетесь забыть об этом болоте то есть весь ваш опыт ради то ради чего вы пришли в этот мир задача любой души пришедший в этот мир получить опыт набрать бытийную массу а вы вот этот опыт ваш не любите не уважаете не цените на вот хорошо ценить ваши достижения мы всегда гордимся там я примеру закончил институт там как день я получил медаль может быть там докторскую или какую кандидатскую защитил там у меня там дети внуки у меня какие-то достижения там погоны какие-то звезды на плечах дипломы ну на самом деле все это туфта да потому что по большому счету когда вы умрете ваши дипломы свалят и сожгут там в помойку все ваши вещи которым вы может быть гордились тоже окажутся никому не нужны ваш опыт нужен только вам только вашей душе а если вы не гордитесь им хорошо гордиться тем что можно гордиться а гордиться своими слабостями своей болью своими проблемами своим стыдом то сколько такого тогда вы никогда не добьетесь целостности у вас не будет личной силы если вы не примите свою прошлое пока вы не примите свой опыт не будете и плохое и хорошее не зацементируется не сделается плитой ступенькой на которую встанете крепко и тогда вы повернете голову вперед и скажете да я вижу свою цель я сделаю следующий шаг целостность любовь к себе дайте вот понятие гордыни мы все время с этим ну как бы боремся гордыня гордыня то есть как бы мы воспринимает это как задаваться да там это я я вы знаете кто я да с одной стороны это смешно но с другой стороны сами понимаете магическое искусство это сочетать несочетаемое сочетать предельную гордыню и эгоизм с предельной раскрытостью вселенной вот это вот некое искусство совершенно несочетаемые вещи и при этом найти уметь гордиться своими слабостями это не значит что вы не должны повторять впереди вы должны их понимать и принимать то что стыдно то что больно то что является вашими ошибками вы не должны заметать под ковер не должны выбрасывать из своей жизни тогда нету целостности тогда нету этой плиты этой ступеньки вы не идете вперед вы начинаетесь кружится 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 обвинять себя других все начинаете кружится в конце концов душа ваша посмотрит год два пять десять а потом скажет что-то все похоже все ну-ка мы завершаем этот этот проект нынешней жизни включая включу-ка я механизм самоуничтожения какой-нибудь онкологическое заболевание это может подстегнуть еще тело сказать нет я хочу жить и человек бывает вырывается из этого а может просто вы умираете в муках а потом а душа просто следующий цикл приходит думать ну ладно этот кулич у нас не получился моего разомнем и пойдем дальше нас для на следующий день в следующей жизни мы постараемся исправить это все так может продолжаться бесконечное количество жизней поэтому сегодня друзья мои я вам говорю о принятии в чем-то об эгоизме научиться принять свой опыт как силу они как слабость уметь работать не только на плюсе но и на минусе вот это вот важный фактор приобретение личной силы конечно опять я тут размазался по тарелке друзьям и все все в одну корзину смел но надо говорить нам потому что от личной силы завица зависит все ваше продвижение на магическом на житейском пути есть личная сила у вас все удается нету чего бы ни было какие кто бы вас не поддерживал какой там финансирование какой бы опыт все рассыпется как песчаный кулич действительно под даже не очень сильным ветерком принятие себя еще раз оглянуться назад перепросмотреть свое прошлое убрать оттуда все так сказать разделить свое чужое техника перепросмотра и принять научиться своими плюсами вы умеете гордиться научитесь гордиться своими ошибками сказать себе что это мой опыт да мой индивидуальный опыт ни у кого такого нету да я прошел было больно было стыдно было противно я может быть поступал не так как ну не по совести не по чести об этом не стоит кому-то рассказывать но сами вы должны вот это принять понять и вот создать целостность вашего опыта тогда это будет ступень а после этого повернуться вперед и сказать я хочу я намереваю чтобы вселенная пространство бесконечность боги для развития моей души дали мне и свой список пожеланий одно второе третье четвертое не для какого-то там а именно для развития души вашей если вам нравится опыт более более потерь страна не без вопросов вселенная предоставит его если вам хочется опыт опыт счастья знаний богатство в конце концов пожалуйста ну вы только должны намерение туда свою не просто думать ой как все плохо а и почему это а если бы я если бы меня там я бы закончил пошел бы там я не знаю на фортепиано играть то я бы уже был нет все это ничего не стоит даже ваши там собачьи вальс которую когда-то может быть сыграли это же надо гордиться этим даже какими-то когда вас может быть выставляли на табуреточки и заставляли стихи читать вам было стыдно тоже надо гордиться этим что вы прошли это даже тогда когда вы там убегали куда-то и вам было страшно а надо было там стоять да да опыт страха опыт паники вы прошли но под боли опыт унижения вы тоже прошли это должно стать цементом это должно быть стать вашей силой сделать из минуса плюс из плюса минус слить это все сказать себе что вот это мой инструмент он может быть сейчас неказистый потертый а вот но это мое тело мой разум и социальное лицо это инструмент и в любой момент найти я встречаю люди часто ко мне обращаются и когда мне женщина или мужчина говорит 40 лет все ничего у меня больше впереди ничего нету ничего не может быть ни отношений не развития ничего хочется как бы каждый раз я засыпаю и думаю хоть бы не проснуться представляете а приходится просыпаться то есть душа еще дает шанс что есть развитие человек в 70 лет в 90 лет может пробудиться его душа сказать у меня еще есть есть время может быть не так много но я могу у меня огромный опыт я могу сделать эти шаги чтобы моя душа стала осознанной и даже следующее воплощение я вошел никогда не поздно вот здесь и сейчас не завтра не послезавтра не через год не тогда когда там что-то произойдет не откладывайте что-то не откладывайте охоту за личной силой старайтесь получать осознанный опыт тот что вам дает эти подарки вселенной ваших врагов ваших друзей вашу бедность ваше богатство ваши болезни и вашу силу да когда вы научитесь болезнь воспринимать как силу как урок на своей слабости что вы там не заходить не можете говорить не можете но душа вас говорит и нет это подарок вселенной я могу сделать следующий шаг и следующий шаг потому что путь то на самом деле очень длин и почти бесконечным их друзья мои не знаю опять недовольные собой слишком надо все по пунктам по пунктам говорить почетче меня носит как говорил джон сильвер что ты виляешь как маркетанская лодка все пока друзья мои